Следующее, что мы сделаем, это задание 21.4. Мы посмотрим разные по квинтельным группам и посмотрим доли расходов на разные направления. Я сделала такую команду, хочу посмотреть средние значения по квинтельным группам для пятой волны, потому что здесь пытаться сделать за все волны сразу не очень корректно, потому что могла ситуация довольно сильно измениться. Для пятой волны давайте на некоторые вещи обратим внимание. Например, доля расходов на питание изменялась в 1994 году от 55 с лишним процентов до 38. Это очень многое свидетельствует о бедности государства. Ну вот самые бедные еще тратят много на одежду, много тратят на топливо, самые богатые наоборот поменьше тратят на питание, больше на товары длительного пользования, на автомобиль, на медицину, ну и на сбережения. Это у нас был 1994 год, а в 2016 волне давайте то же самое посчитаем. Вот я перенесла результаты сюда, но первое, что бросается в глаза, вот существенное снижение доли расходов на питание, домохозяйства стали богаче, вот самые богатые тратят 28 с лишним процентов. Ну и вот у бедных самых тоже на что уходят основные деньги, это в процентах, это питание, одежда, топливо достаточно большое и жилищно-коммунальные услуги. И здесь вот еще расходы на землю, то есть это, вероятно, самые домохозяйства, живущие в сельской местности. Самые богатые на еду тратят меньше, больше тратят на товары длительного пользования, но вот здесь на недвижимость, образование, культура и так далее. Меньше на всех на жилищно-коммунальные услуги и вот довольно-таки много на налоги, на возврат долгов и на сбережения. Субтитры создавал DimaTorzok